Экстренный выпуск Горьковской коммуны 22 июня 41 год. Речь Молотова, которая только что звучала на радио. В 4 утра без предъявления каких-либо претензий Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это был выходной день в воскресенье. В понедельник, не дожидаясь повесток в военкоматах, толпились добровольцы. В Международском архиве хранятся заявления наших земляков с просьбами отправить на фронт. Готовились к тому, что война будет быстрая, скоротечная. Максимум 2 недели война будет перенесена на территорию противника. И мальчишки боялись не успеть. Они рвались к подвигам. В первые, самые первые месяцы войны, видимо, среди некоторой части населения были настроения того, что довидали мы этих немцев в Первую мировую. Ну что, ну были мы в плену. Ну что, погибать что ли тут. К осени это закончилось, потому что поняли, что это немцы не те. Это не те немцы, к которым старики привыкли в Первую мировую. Это совсем другое. Осознание того, что это война на уничтожение, что это война с абсолютным злом. Нижегородские архивы подняли все документы, в том числе и находившиеся ранее под грифом «секретно», чтобы рассказать, как город встретил войну. Документы о заброске агентов, горки в первые дни войны, о так называемых радиоиграх, которые велись немецким командованием, о поступающих эвакуированных женщинах, детях, стариках к нам направляли тысячи соотечественников по Волге, железной дороге, личные воспоминания нижегородцев о 22 июня. Рассказ лейтенанта Николая Егорова, который перед самой войной прибыл в Брестскую крепость. 22-го, они проснулись, вот арт налета. Причем, как он тут пишет, у него и бойцов-то поблизости не было, никого, один. Он схватил пулемет Максим, тут же занял оборону и стал отстреливаться. Когда нам пытаются объяснить, что это вот все сталинские рабы, одурманенные сталинской пропагандой, которые страшно боялись НКВДшников, которые тут стояли над ним, кто стоял над этим лейтенантом? В тот момент, когда он схватил Максима и занял оборону. Главный миф о том, что страна была не готова к нападению, развенчан давно. В Горьковской области оборонно-промышленный комплекс сформировался на протяжении 30-х годов. С 36-го по 39-й год на территории Горьковской области, в первую очередь в городе Горьком, были выстроены новые, подчеркиваю, новые, отвечающие новейшим требованиям, здания больниц и школ. В больнице понятно, это не требует комментариев. В школы изначально были оборудованы и спроектированы под будущие госпитали. Большой операционный зал, малый операционный зал, ну понятно все. И они приняли, собственно, раненых, там и размещались в госпитале. Это было построено заранее. В России, промышленные предприятия, спланировано было, что крупнейшие наши промышленные гиганты, они готовы были перейти на выпуск оборонной продукции. Объекты, построенные в предвоенный период, построены были настолько качественно, что они продолжают до сих пор работать. Немцы были хорошо осведомлены о заводах, которые работали у нас. Выпускали оружие, танки, бронепоезда, подводные лодки. Не знали немцы только о существовании авиационного завода. Уничтожить предприятие им не удалось. Они хорошо прикрывались не только зенитками, но и маскировкой. На предприятия натягивали тенты с рисунками улиц, пустырей. И вычислить, где цеха аэрофотосъемкой было невозможно. Рассекречивание документов начала войны идет до сих пор. Для общественности много что не открыто. И архивисты говорят, работы хватит еще не на одно поколение. Ксения Доринова, Максим Василов, Объективно, ННТВ.